Доминденди 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 который исходил завет и даже государственный средств массовой информации. Роллеры сформировались в скорости прохождения специальной трассы, отмеченной прямым профиларем. Среди ребянов были и начинающие, и опытные мастера. Приятно отменить участие в соревнованиях в четырех представительных прекрасной половине. Кстати, показавшийся ребяник лучший результат, Настя Морозов получила специальный кризис от молодежного стиля и объединения классик-тилистов. Абсолютного свидетеля в соревнованиях пришлось определять в дополнительном забеге, так как двое участников показали одинаковый лучший результат. Борьба была нешуточная, и на последних метрах дистанции победу вырвал Мишу Назнайновский. Приятно отменить, что Миша был участником финала в прошлогоднюю сервину нашей передачи, но тогда ему не очень повезло. На этот раз магазин в доме «Деньги» встречал ему, как поведитель, комплект приспособлений, защищающих руки и ноги, роллеров, ключи и подъемников. Не были одежны также и Гима Бочаров и Андрей Клеевский, занявшие, соответственно, второе и третье место. Они также получили поощрительные прибыли. Затем всех участников взял приятный, а главное – вкусный сюрприз – от телепрограммы «Детский час». Каждый в прошедшей дистанции получил пакет числов для восстановления силы. Можно с неверностью сказать, что соревнования понравились, поэтому решено сделать их традиционными. Вы тоже можете принять в них участие. Для этого нужно лишь прийти в дом «Деньги» по известному адресу улицы Богданово-Неринского, 33, и записаться там специальных типов. Кстати, там же вы сможете перевести себе все необходимое – и коньки, и защитные снаряжения. Заметим по невысокой цене, так что в одном из ближайших соревнований у вас есть реальная возможность стать победителем, чего мы вам от души и желаем. Я на сто процентов уверен, что каждый из вас смотрел в фильме «Музик» и видел телестраниц на части «Маховая Калкина». Но вряд ли вы знаете о существовании такой игры. Как раз сейчас о ней упадет речь. Итак, «Скейджмастер». 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 Наверняка каждый из вас смотрел этот великолепный фильм-мультик «Кинокомпания 20-й веков». Радко напомню, что же случилось. В одном американском городе жил мальчик. Отличался он от своих сверстников лишь тем, что из его боялся. И вот один прекрасный день он зашел в библиотеку. Неожиданно с самой верхней полки срываются немалых размеров книженцев и падает прямо на голову бедного мальчика. Он теряет сознание и, как вы уже, наверное, догадались, попадает в мир книг. Ведь управление в руки берете вы. В вашей отнюдь нелегкой дороге вам помогают три книги. «Ужас», «Приключения» и «Сказка». Естественно, в соответствующих им жанрах. Но не надейтесь на своих друзей. Все загадки, сложности и препятствия предстоит преодолевать вам самим. Об их количестве даже говорить тяжко. Скажу лишь одно. Много. Но не стоит останавливаться на полдороги. Раз уж взялись, то дойдите до конца. И хочу обрадовать. Системы паролей и в помине нет. Где вам только не предстоит побывать? Наверное, во всех существующих жанрах. Везде вас поджидают словно муки надоедливые книги. Покоя от них нет. Но это, конечно же, не единственные враги. По пути ваш герой может прихватить меч. Достаточно модные в пиратские времена. Пересесть на ковер сама книгу. Ну и еще приобрести некоторые полезные функции. Хочется заметить высокий профессионализм разработчиков. Великолепная мультяшная графика. Крутое звуковое сопровождение. Постоянные реплики Макулей Калкина заставят вас дни и ночи, недели и месяцы. Годы и десятилетия. Веки и тысячелетия сидеть над этой игрой. Не забывайте, что от вас зависит, вернется ли наш герой. Тега, элита мира компьютерных игр. В эфире компьютерный мост. И сегодня с вами, кстати, еще один день. Михаил Андрей. Андрей, чем ты можешь похвастаться? Я не сделал никаких особенных открытий в вашей области. Но я прошел последний уровень игры Дюна Захаркова в рекордное количество времени. 24 минуты, набрав при этом 200 очков. Да, на собой понял. Это мне меньшее количество времени. В какой тактике ты придерживался? Я нашел слабое уязвимое место вражеской базы. Направил первый отряд ракетных танков. Слонил в сердце базы строительный двор. Направил второй отряд. Уничтожил обе базы противника. Большое спасибо тебе, Андрей, за участие в нашей передаче. Ты первый человек, кто прислал на секрет прохождение игры за рекордное время. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. А теперь пару слов о конкурсе на лучший рисунок. Мы уже начали получать ваши рисунки. Это, к примеру, вот такой. Страйкер, нарисованный Бабокином Алексеем. Следскую картину, которую можно назвать «Дом, любимый дом», нарисованная каждым олегом. А вам мне советую последовать их примеру. И покоропитесь. Мы принимаем ваши рисунки еще в течение двух недель. Как вы знаете, трехмерных думоподобных игр на приставке «Панасоник 3.0» очень-очень много. Если начнут перечислять, просто не хватит двух или даже трех наших передач. От них не все владельцы этой приставки знают такую игру, как «Поместье монстров». Именно сейчас о ней и пойдет речь. «Поместье монстров». Еще одна игра в жанре «Вечного дума». Но, отличие от него, ни на каких спутниках Марса мы улетать не собираемся. Ведь нет на Земле страшнее местов, чем «Поместье монстров». Устрашающие скрики во тьме, ор, умирающие жертвы и другие маловажные детали, от которых кровь в стене Джина. Кем же предстоит нам повоевать? А вы не догадываетесь? Мерц косой, скопящий ведьм, пауков, летающих голов. Да, разборка предстоит серьезнейшая. Сюжет не такой уж и сложный. Жил-был в дом, но все понял объем. Удольчающе не так ли? Достинул нашего героя туда. То ли за поиском заключений, то ли просто в гости взглянуто. Вошел внутрь, а двери захлопнулись, замочки защёлкнулись, и видел наш померланд звуков дырой. И пистолет, все равно не вошел. Да я думаю, возьму по-дому он. И взял, как только он стал его, чувствовал себя как-нибудь крутым. И решил разгромить всех монстров. Всего в игре десять слишком сложнейших уровней лагеринтов. Где найти выход для вас не самое главное. Для начала нужно найти запрятанный кусток медальона. Только, найдя его, вы сможете покинуть этот уровень. Пройдя один, два, три уровня, вы начинаете задавать себе вопрос. А где же другое оружие? А нет другого оружия, действительно смеются монстры, у которых энергия помощнее. Игра, ну, очень сложная. А чего вы хотели? Легкой утренней пробежки? Ничего не выйдет. Придется как минимум месяц поблуждать в лабиринтах, в поместье. Чем я вам и желаю удачи. И так выступило время подвести итоги прошлой серии. Как всегда писем было огромное количество. Но наиболее точно на все опросы ответил Кондратьев Александр, который уже участвовал в одной из наших прошлых серий. Наконец-то ему улыбнулась удача. Александр, я тебе предлагаю прийти в этот средний чемпионат в Дэнди в 6 часов. Там ты получишь свою грамоту победителя в витаре. И, наконец, мы добрались к приставочке Sony PlayStation. И сегодня вы узнаете об игре, которая хоть и появилась в соседней данном, но уже успела завоевать из-за многих фанатов гонок. И так знаком. Тест-драйв. Тест-драйв офф-роуд. Еще один год для Sony PlayStation, вышедший в 1997 году. Кстати, сразу прошу обратить внимание на слово офф-роуд. Бездорожье. Да-да, бездорожье. В этом маленьком слое скрывается огромный днисль. Дело даже не в том, что в игре нет дорог, а не ездить. Вот они совсем необязательные люди. Иначе говоря, совсем обязательно не ездить. При идти ровненько по дороге, вы отказываетесь в водоводстве попрыгать передорожным кочком, поедать по каналам, по кувыркать в свой город. Ну и, конечно же, вы отказываетесь в самом главном. В первом месте. Ведь не срезая углы, не сокращая трассу, нужно занять только почетное, достойное премию, бесподобное четвертое место. Или первой станцией. Кому как не больше нравится. Начнем-ка сначала. Посмотрев красивую доставку, вы попадаете в меню. Здесь можно опробовать любую трассу на практике. Начать лигу на самую лучшую скорость, в реальном месте. Или на самую лучшую машину. Можно изменить управление машиной. Оставить сложность. Раслушать музыку из игры. И многое другое. Когда вы, наконец, определитесь выбором, предстоит выдать свою единственную непосторимую, любимую машину. Всего в четыре. Но не расстраивайтесь. Этого вполне хватает. Jeep Brownler. Самая скоростная и наиболее неустойчивая машина. Хороша на ровной дороге, но не на кочках и полмах. Land Rover Defender. Скорость чуть поменьше, чем у Jeep. Но это компенсируется хорошей устойчивостью на дороге. Chevrolet. Еще более устойчивая машина. Большие колеса гарантируют высокую проходимость подрядами ровной дороги и болотом. И, наконец, Hummer. Название говорит само за себя. Ухабенная грязь для него долго одной. И металек меняется даже по снегу, по песку. Но, к сожалению, нет совершенной машины. Hummer имеет самую маленькую скорость. Наконец-то мы добрались до самой гонки. Снега и аэродмины, джунги и пески, горы и лед. Все это предстоит пройти вашей машине. Но здесь 12 стран. На самом начале предположено только 6. Остальные придется скрывать сомнения. Что им так-то легко. Ведь противник тоже хочет первое место. Так что можно взлетать как угодно. Сталкивать противника с дороги. В общем, делать все, что захочется. Как говорится, цель оправдывая средства. Кстати, то есть, надо было сказать. Ведь в целом край можно играть вдвоем. Как по сети, так одновременно на одном компьютере. Но невозможно передать словами полученное удовольствие и отзыв. И один прекрасный день, не вписавшись в очередной поворот, и со всего размаху урезавшись в столк. Или в пальму. А может, и в боелках? Нет, в кучке Баобам. Хотя какая разница? Кто знает, что это не в реальности? После мысли, перевернувшись обратно на колесо, и снова чуть вперед. Навстречу билому Баобаму. А, я все понял. Это был Касов. Или со сна. А может быть... А теперь сервис-зонная рубрика желт. И сегодня секреты будут для игры Зеро Закамикадзе на приставочке из Sega Mega Drive 2. Игра Зеро Закамикадзе. Во время игры нажмите старт. Б вверх. Б вверх. Б вверх. А бесконечное здоровье. Вниз. А, Б. Бесконечные звезды. Б, А, Б. Вверх. Бесконечные жизни. А если вы хотите попасть в секретное меню, где получите все вышеуказанное, и сможете переключать уровни, то увидите код. yenок А. Вправо, вверх Б-А. Вниз, вверх Б-А. Вниз, вверх Б-А. Ну, к сожалению, наша передача куда-то оказывает. Не постойте, у нас осталось еще 30 секунд, чтобы вращаться. Уже осталось 28 секунд, надо торопиться. Ах, хотя постойте, мне кажется, что мы что-то забыли. Мы забыли традиционные тревопросные тарины. Их вы сможете прочесть в самом конце нашей программы, а именно через 2 секунды. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok